В северном уральском городе Северо-Уральске, во дворе дома на Павла Баянова 5, в первом часу пополудни, то есть вот прям посредь белой дня, стая бродячих псов напала на пацана, который возвращался из школы домой. Ребенок шел спокойно, не бежал, никого не трогал, руками не махал, вдруг налетела толпа из семи собак, ну две-то сразу убежали обратно, опять завалили паренька на спину и давая его терзать, то есть реально кусать одежду. Каким-то образом напуганный ребенок изыскал в себе силы, вскочил на ноги и побежал, собаки за ним. Нападение длилось 24 секунды, после чего бродячие псы отлаялись на прощание и убежали в свои свояси, видимо искать новую жертву. При ближайшем рассмотрении пацана его мамой выяснилось, что дикие собаки порвали зубами куртку и штаны, а вот повреждения эпителия по счастью не обнаружились. Но вообще-то при встрече с псами-бомжами не только механические повреждения имеют значение, но и психологические, что может быть даже и важнее, ибо кусанные раны быстро затянутся, а вот проблемы с боязнью собак могут остаться на всю жизнь. Нельзя стопроцентно сказать, что если до этой внезапной встречи с дикой стоей этот пацан-собак не боялся, то сейчас эта фобия ему гарантирована, нет. Он может эту случайную встречу забыть и больше к ней не возвращаться, а может и нет. Это выяснится со временем. Но это как бы личная, индивидуальная проблема конкретного пацана, а точнее всей его семьи. Однако, нападки собак – это тема для Североурайска гораздо более широкая, и она реально беспокоит, а временами даже будоражит весь город. Об этой дикой североурайской стае собак мы рассказывали 6 декабря прошлого года. Напомню, что они, по сути, являются группой поддержки местной 70-летней собачницы Валентины Павловой. Ну, это типа ее такой эскорт. И эту стаю в городе называют не иначе, как собаками Павловой. Баб Валя уже 50 лет занимается кормлением, между прочим, за свой пенсионерский счет, всех известных ей бездомных собак и щенков. Она на кормление четырехногих бомжей ходит как на работу, каждый божий день, с утра до вечера, без перерывов и выходных, и так полвека. Да это ж прям рабыня на галерах. Это вы практически вот прямо с утра, и обход у вас прямо до позднего вечера, да? До позднего, иногда я в 11 прихожу. Площадь очень, у меня площадь очень большая, еще вот эти мешают. Те годы они за мной не ходили, вот этих выброшенных не было, и никто за мной не ходил. Я ходила одна. В интерсети по поводу нападения собак Павловой на ребенка мнения разошлись. Одни, наиболее кровожадные, предлагали собак ликвидировать, открыто или тайно, и даже предлагали несколько изуверских способов. Другие, которые поспокойнее, настаивают, что собаки хорошие, собака друг человека, а виноваты люди, которые их выбросили на улицу и теперь пожинают последствия закона бумеранга, не сбившего цель. Но все же в массе своей североуральский народ сошелся на мысли, что с собаками Павловой надо уже что-то делать, ибо нападение на ребенка показало, что они готовы не только облаивать людей, как считалось ранее, типа вы на них не обращайте внимания, полают и через 5 секунд отбегут. Теперь они готовы и кусать. Возможно, грызут они только маленькие объекты, но кому от этого легче? Дети, наше будущее, дети, цветы жизни. А какую ставку сделал на детей президент в послании к Федеральному собранию? Да сам Иисус Христос про детей говорил, их есть Царство Небесное. Так что в североуральской ситуации главное опередить судьбу. То есть убрать собак Павловой до того, как они кого-то загрызут или напугают до смерти. А не как-то у нас обычно бывает наоборот. Сначала трагедия, потом исправление ошибок. Трагедия назревает, и это очевидно. Надо ее успеть предотвратить. Ведь бешеные псы это как цветочный горшок на голову, как шальная пуля могут выстрелить неожиданно в любой момент. Убивать бездомных собак с недавних пор в России официально законом запрещено. Но их по-любому надо отловить, стерилизовать и сдать хозяевам или в приют. В мэрии Североуральска заявили, что все уже под контролем. Конкурс по выбору подрядчика, который будет вылавливать диких псов, близится к концу. Его итоги будут известны 28 января. Крепитесь, братья северные уральцы. Крепитесь, братья северные уральцы.